Время тематического блока в Караганде управления здравоохранения начало расследование, связанное с обращением в скорую помощь женщины из Щетского района. Напомню, материал о 50-летней Айганым Даткиной, которая, по словам родственников, из-за вовремя не оказанной помощи осталась без руки, мы показывали накануне. Сейчас на прямой связи находится наш корреспондент Вера Шеллер. Вера, как себя чувствует Айганым и сделали ли ей вторую операцию? Здравствуйте, Марьян. Состояние пациентки стабильное. Накануне ей провели вторую операцию на руке. Управлением здравоохранения области создана комиссия и начато расследование по тем обвинениям, которые озвучили родственники женщины. На данный момент выясняются все обстоятельства, а после завершения расследования медики дадут уже официальный комментарий. Пока какие-либо заявления на камеру они делать отказались. Тем временем родственники пострадавшей намерены обратиться во все инстанции. Кстати, выясняются все новые подробности в деле. Предлагаю послушать интервью, которое прислали родственники пострадавшей. Самое удивительное, что заведующая амбулатория вместо того, чтобы ехать в район с истекающей кровью женщиной, пошла вместе с водителем скорой помощи, чтобы он написал на нас заявление о том, что его запугивали и ругали с нецензурной бранью. По словам лечащих врачей, в результате укуса собаки были разорваны нервы, сосуды и мышцы на большом протяжении. Именно из-за этого и не удалось сохранить руку. При этом в управлении здравоохранения области заявили, что от транспортировки в районную больницу на служебном автотранспорте родственники отказались сами. Они отправились на личной машине в сопровождении медицинского работника. По прибытию в райцентр был поставлен диагноз, требовалось оперативное вмешательство, от проведения которой в условиях районной больницы родственники якобы опять же отказались. И женщину транспортировали уже в Караганду в сопровождении хирурга и анестезиолога больницы. Туда она прибыла примерно через три с половиной часа после случившегося. Пока это все находили друг друга, главврача, ей звонили лично, поставили. Но это же экстренный случай. Вместо того, чтобы это все проконтролировать и воздействовать, она сказала, я сижу, я в гостях. А потом до нее и не дозвонились уже все. Хотя вот с Жарыкой и Караганда приехать за эти полтора часа можно было сразу сюда доставить. И может быть можно было сохранить руку. В райцентре уже сказали, уже все, уже время потеряли, потому что там уже больше двух часов прошло. По словам родственников, они добиваются только одного. Это справедливое решение и наказание в отношении главного врача, которая, по их словам, бездействовала в экстренной ситуации. Но все подробности будут озвучены уже по итогам расследования. У меня все. Передаю слово студии. Спасибо, Вера. Скорейшей реабилитации пострадавшей. Ну а я напомню еще один случай. Едва не закончившейся трагедией. Интернет облетели кадры, как мальчик и медик тащат по сугробам мужчину до машины скорой помощи. Позже стало известно. Ребенок – сын пострадавшего. Ситуация была экстренной. Тяжелое отравление. К счастью, эта история закончилась благополучно. Вызов второй категории срочности поступил из поселка Родина. Пациент 46 лет. Отравление ядовитым веществом электролит. Мужчина перепутал бутылку воды. Бригада скорой помощи оценила обстановку. Были сильные переметы и приняли решение. Около 200 метров транспортировали самостоятельно до кареты скорой помощи. Сегодня на конкретных примерах разберем хронические проблемы Минздрава. Начнем, пожалуй, с данных ведомства по бюджету. Итак, в прошлом году на гарантированную бесплатную медицинскую помощь, куда входит и первая медико-санитарная, направили свыше триллиона тенге. В этом практически аналогичная сумма. Конкретно на скорую помощь выделили 56,5 миллиардов в 2020-м и на 3 миллиарда больше в 2021-м. Самые высокие расходы по городу Алматы, Алматинской и Туркестанской областям. В целом на оказание медицинской помощи населению в этом году предусмотрено почти 2 триллиона тенге, в том числе ОСМС 700 миллионов. Но сейчас предлагаю разобрать, что входит в систему ПМСП. Первое. Доброчебная медпомощь. Она оказывается медицинскими работниками, то есть фельдшерами, акушерами, медсестрами в случаях, не требующих участия доктора. Второе. Квалифицированная медицинская помощь, которая оказывается врачом общей практики, участковым терапевтом или педиатром. Третье. Медико-социальная помощь, которая оказывается социальным работником и психологом в области здравоохранения. Уважаемые телезрители, нам важно ваше мнение, поэтому уже по традиции адресую вопрос следующий. Что может изменить состояние медицины в районах и селах страны? Ответить на него вы сможете прямо сейчас. Для этого вам необходимо навести телефон на экран, просканировать QR-код, и это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Это делается очень быстро. Буквально открываете то приложение для фотографии, и это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Проголосовало уже 300 человек, 8 комментариев. Позже, возможно, я их зачитаю. И большинство, 61% за четвертый вариант. Они считают, что все ответы верны. 16% – это второй показатель. Считают, что увеличение подъемных для молодых специалистов, врачей и медсестер. То есть в этом причина. Остальное распределение цифр вы видите. Я еще раз вас призываю голосовать, участвовать, оставлять комментарии, свое мнение. А сейчас к нам присоединяются гости студии. Это Тулебай Рахбеков, президент Национальной ассоциации Primary Healthcare, и Талант Калиева, член Международной ассоциации АСА. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышимость хорошая. Талант Мухаммеджановна. Тулебай Касибекул, вы хорошо меня слышите? Да, очень хорошо, спасибо. Да? Хорошо. Да, изначально, знаете, что хотела бы сказать? То, что мы приглашали к беседе и управлению здравоохранения Карагандинской области, но они отказались, сказав, что интервью нам уже давали, и следующий комментарий будет только после служебной проверки. В служебной проверке я имею в виду тот вопиющий случай, вот, женщину укусила собака, как утверждает пострадавшая сторона, не была оказана вовремя помощь, из-за этого была ампутация. Ну вот, управление не пришло, хотя есть системные вопросы, на которые они могли бы ответить, например, я не знаю, финансирование. Что ж, начнем беседу с вами. Сказать, что денег не выделяется, или мало выделяется, именно на первичную медико-санитарную помощь мы не можем, да? Почему тогда мы имеем такую картину, когда в каком-нибудь районе у скорой помощи вдруг нет бензина? По крайней мере, так утверждают родственники пострадавшей. Местные специалисты не могут оказать экстренную помощь. Ну, как мне кажется, на мой взгляд, здесь все должно работать в связке. Местные власти и местное управление здравоохранения. Где, на ваш взгляд, краеугольная проблема в этом вопросе? Если разрешите, я хочу сказать, что вот по данному конкретному или второму конкретному случаю я не могу дать комментариев, потому что надо обникать, и областное управление здравоохранения, я понимаю, что надо до конца изучить этот вопрос. Но я хочу указать на системные проблемы, которые сложились, в частности, во взаимоотношениях ПМСП, скорой помощи и, самое главное, население. Все надо посмотреть, как я люблю говорить, 3D-взглядом. Кроме вот этих взаимоотношений, обязательно надо думать, что будет населением, что оно получит, народ что получит, с этой точки зрения. Я не знаю, год или два года назад вышел приказ, по которому все вызывали скорую помощь, разделили на 4 категории. Четвертую категорию передали на обслуживание поликлиникам, центрам ПМСП, районным больницам, и вот, как вы видите, в Жарыке, и в сельских больницах. И определяет, какой категории диспетчер скорой помощи по телефону. Столько было ошибок, Вот только потому, что вот эту четвертую категорию, которая считается, по-моему, без опасности для жизни, ее перенесли просто... Да, да, да. Отдали поликлиникам просто. Отдали поликлиникам. Вы помните, в Октябрьске умерла девочка из-за неправильного отнесения к категории. И мы, вот наша ассоциация изучала этот вопрос. Бывают дни, когда, приехав по вызову четвертой категории, обнаруживается первая, вторая категория. Очень таких неотложных, тяжелых больных. Поэтому у нас одно мнение. Надо четвертую категорию в городах передать скорой помощи, станциям скорой помощи. А в селе, наоборот, разделили скорой помощи центральную районную больницу и районную больницу. Почему, я думаю, что не отреагировал главный врач? Это к ней никакого отношения не имеет. Это станция скорой помощи. А областная отвечает. Соединение с областью. Есть в Казахстане районы, где село находится на 700 километров от района, центральной районной больницы. Поэтому мы там предлагаем передать, наоборот. Если в городах четвертую, забрать из поликлиники, передать станциям скорой помощи, а тут надо, наоборот, четвертую категорию передать центральным районным больницам. Чтобы был один руководитель, он отвечал за что-то. Вот один главный врач областной станции медицинской помощи сказал мне следующее. Мы давно изучаем этот вопрос. Он говорит, раньше, хоть главный врач на конях посылал людей. Пешком шли. Сейчас у меня нет запчасти, заканчивается. Иногда бензина не хватает. То есть вот назрела проблема признать свои ошибки и обратно провести вот такую реорганизацию скорой помощи. Они говорят, разделили на неотложную и экстренную помощь. На английском языке это emergency, это одно. И никто не определяет. Теперь по поводу грамотности или неграмотности врачей, считается, иностранцы говорят, почему у вас врачи работают на скорой помощи? У них там, это же связано с пожарными службами, что 9 лет учиться, приехать, забрать, увезти. Хотя это очень тоже хорошая система в Советском Союзе, она сегодня оправдывала. И скорая помощь сегодня перестраивается. Очень хорошо начали работать они, понимаете? Я плохо рассказать не могу. Основная проблема разделения была в чем? Чтобы вот время от звонка до доезда сократить. Понимаете? А для этого мы предлагали во время ковида, помните? Вот я видел по телевидению, одна говорит, вот позвонили в скорую помощь. Они говорят, вы 52-я на очередь, приедем через 5 часов. И говорят, вообще не приехали. Тогда мы придумали онлайн-переадресацию вызова скорой помощи. До сих пор это не узаконено. Но тогда, вот, например, я конкретный пример приведу, чтобы вы могли проверить. В МВК-казахском районе, который последовали, что диспетчер звонит, диспетчер говорит, вы 53-я, например, на очереди, можно я вас переключу на онлайн-консультанта? И в МВК-казахском районе, во время вспышки ковида, когда не хватало скорой помощи, были сутки, когда ни одного выезда скорой помощи не надо. Вот надо ее перестраивать вот таким образом. Понимаете? Теперь население. Я вынуждена вас прервать. Меня предупреждают, что у нас осталось всего 6 минут. И как раз у меня есть очень важное уточнение, для того, чтобы мы зафиксировались на том, что вы сказали. Вот смотрите, вы считаете, что одна из главных проблем первой медико-санитарной помощи это то, что четвертую категорию сложности, или как это говорится на медицинском языке, перевели просто в поликлиники. И возможно, в этом же есть проблема в Карагандинской области, тот пример, вопиющий, который мы сегодня приводим. Ну, на селе. На селе, да. Ну, вот смотрите, получается, что это норма недавно, и по вашему мнению, нужно именно этот вопрос решать. Это в городе передать в поликлинику скорую помощь, а на селе две учреждения существуют. Областная станция скорой помощи, центральная районная больница. Там надо наоборот. Скорую помощь передать в больнице надо. Вот в чем вопрос. И никакого там разделения категории не надо. Они сами на местах решали бы, хоть на чем послали бы за больными. И на себе принимали бы, на себе. Вот смотрите, уважаемые гости. Глава государства в своем прошлогоднем послании народу Казахстана поручил пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. То, о чем мы сегодня говорим, да. В Минздраве с тех пор разработали план по повышению мобильности и доступности системы широкому кругу населения, так он называется, в том числе проживающему в сельской местности. С 1 января план уже в действии. Скажите, вот что мы можем сейчас увидеть, что мы можем сказать по истечению трех месяцев? Ну, помимо того, что Алексей Цой провел встречу с руководителями сельских медорганизаций, да, и намерен создать на Центр первичные медико-санитарные помощи. Но я вот знаю, что районным больницам четырех областей передали 24 передвижных медицинских комплекса. Насколько я понимаю, это такие некие больницы на колесах. В том числе, кстати, Карагандинской области, где произошел этот случай, о котором мы сегодня говорим. Уважаемые гости, как вы считаете, по каким критериям можно будет утверждать, что к 2030-му страна будет полностью охвачена? Пока у нас не выступала талант Муханна Бенжановна... Можно я скажу один вопрос? Да, конечно. Доступ есть, как в расстоянии, доступ к специалистам есть, еще доступ есть к бесплатности. На сегодня из-за этого часть самозанятого населения вынуждена покупать страховые полисы. А это остановили бесплатных обслуживаний с 1 июля и не вернули льготы. Понимаете, сегодня население от 24 до 30% не имеет доступа к медицинской помощи. Они должны покупать страховые полисы. Поэтому надо решить этот вопрос срочно-присрочно. Хорошо. Следующий вопрос вам, Талант Муханна Бенжановна. Ранее в интервью... Да, мы сейчас об этом чуть позже поговорим. Вот, кстати, по карагандинскому случаю известно, что родственники пострадавшей женщины звонили в скорую, где, по их словам, ответили, не можем приехать, нет бензина. Мы поинтересовались, не отказываются ли они от своих слов. Говорили сегодня с ними по телефону. И у нас осталось аудиосообщение, которое сейчас, к сожалению, мы не подготовили к эфиру. Но у меня есть подтверждение о том, что он действительно сказал, что да. Им сказали просто, у нас нет бензина. И просто их выгнали. Соответственно, вопрос. Если у них нет доказательств, да, это происходила живая беседа, как они могут все-таки защитить себя в суде, если на них якобы за клевету напишут заявление медики? Привлекать каких-то сторонних людей, которые это видели? Относительно того, как они могут себя защитить в суде, конечно, я сейчас вряд ли что-то весомое скажу. Просто дело в том, что действительно, если это произошло из-за того, что не хватило бензина, и это действительно подтвердится так, что из-за того, что вовремя не оказали ту же необходимую вот эту именно скорую помощь, человек лишился своей руки, то это, конечно, очень серьезный вопрос. И в любом случае, именно данная ситуация получается так, что средства есть, пункты медицинского обслуживания есть, та же машина есть, но тем не менее, оказание помощи не осуществлено. То есть результат, что человек пострадал. Теперь, вот когда вот наш коллега сейчас говорил про доступность, наверное, все-таки мы, наверное, должны говорить про, когда мы говорим про здравоохранение, действительно, про показатели и про критерии. То есть, вот сейчас тоже звучало в беседе, что сколько минут это занимает, да, сколько человек будет ждать. Если человек, действительно, человеку нужна экстренная помощь, то есть даже независимо от категории, знаете, человек, у которого, действительно, попал в какую-то беду, извините, так, в данном случае, категория там, или кто-то там по телефону определял, какой категории это будет относиться. Это вообще, ну, даже говорить не стоит. Потому что это, я считаю, это вообще неправильно. То есть, в данном случае, действительно, результат должен быть таким, что помощь должна быть оказана. Желательно тут же на месте. Я просто вспомнила случай, правда, это было очень давно, это случилось с моим отцом, человек в возрасте, и мы жили, ну, жили тогда в селе, в смысле, отец жил в селе, и это село было от райцентра 20 километров, это случилось зимой. То есть, был буран, и не было вообще никакой коммуникации. В то время, извините, сотовых телефонов, и других телефонов даже не было, говоря уже про что-то другое. И фельдшер сельский просто оказал первую медицинскую помощь только для того, чтобы у него не было осложнений, и через 4 или 5 часов, когда открыли дорогу, его забрали в райцентр. Это было, извините, конец, кстати, начало 90-х. То есть, я для сравнения говорю, где-то 22 ситуации, потому что это было почти 40, сколько лет назад, 30 с лишним лет назад. То есть, я к тому, чтобы доступность вот эта, она была определена чётко, особенно в тех случаях, которые у нас, к сожалению, в последнее время повторяются, и в результате человека действительно теряет, к сожалению, здоровье. Они сохраняют. Иногда, да, и хуже. Спасибо большое, что поделились своей личной историей, Талант Мухаммеджановна. Ну и следующий вопрос я тоже адресую вам, потому что я знаю, что вы в этом очень хорошо разбираетесь. Вот первая медицинская медико-санитарная помощь гарантирована всем гражданам Казахстана, это справочная информация, да, даже иностранцам, финансируется она за счёт местного бюджета. В целом, на оказание медицинской помощи населению, мы до этого показывали, по всей стране в 2021-м предусмотрено почти 2 триллиона тенге, в том числе ОСМС 700 миллионов. Талант Мухаммеджановна, скажите, можем ли мы считать эти суммы достаточными для обеспечения стопроцентного охвата Казахстана гарантированным объёмом бесплатной медпомощи? И как бы вы оценили эффективность их освоения? Давайте тогда вопрос разделим. Первый момент относительно того, что хватит ли этой суммы, да, я просто чисто математически сейчас делю это 2 триллиона на 18 миллионов населения, и получается сколько там, 100 тысяч, например, на каждого, в год. И теперь вот могу коллегу своего спросить тоже вместе с вами, достаточно ли эта сумма для того, чтобы обслужить одного человека в течение года. Это первый, наверное, показатель и критерий. А в самом деле до этого было, да, меньше суммы, и, в принципе, вот эта дополнительная помощь медицинская, она, наверное, связана и с ситуацией, которая сейчас у нас есть, к сожалению, связана с вирусом. Но, тем не менее, здесь самый, мне кажется, один из важных вопросов, который как раз-таки высвечивается вот именно из-за вот таких случаев, которые мы сейчас рассказали, это происходит, что есть, другое дело, как ходить до точки конкретной. И это, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что насколько доступно это в виде бензина или в виде специалиста, или в виде технической оснащенности этого, например, центра, который или пункта, там, или пункта, элементарная в том же СИО, да. Поэтому здесь речь будет идти именно о процессах, обо всей цепочке, которая начинается от выделения денег до обслуживания, до результата даже, то есть получения конкретных ресурсов. И теперь, относительно того, что это эффективно, знаете, я, к сожалению, по отчетам... Можно, да, я отвечу? Что-то со звуком, да. Да, пожалуйста. Во-первых, вы правы, что этих денег недостаточно, талант. Сегодня выделяется на систему здравоохранения 3,9% от ВВП. Все экономисты считают выделение от ВВП. Вот президент обещал к 2025 году сделать 5. Если ниже 5,5% выделяется на систему здравоохранения, эта система здравоохранения в критическом состоянии. То сегодня наша система здравоохранения, несмотря на его потапное увеличение финансирования, все еще в критическом состоянии. Например, в Соединенных Штатах это 17,7% от ВВП. Компсовские деньги мы платим 2%, а в Германии это 14,2%, 50% платит работодатель, 50% сам работающий. Пенсионеры оплачивают 5% от пенсии. И, конечно, там денег более-менее достаточно. Понимаете? И мой друг профессор из Германии говорит, если 2%, вам хватит только для двух больниц. Понимаете? Поэтому априори, вот так первый подход. Второй подход, вы таланты еще раз правы, что вот все зависит, как дойдет от конкретных целей и до конкретной мотивации, какие создаются. Это еще раз. Но для села в кодексе принята норма, что местная власть может участвовать в самофинансировании. Вы тоже говорили об этом, что есть местная власть же. И сейчас, например, в Киргизии доплачивают зарплату из местного бюджета, там тоже ФОМС, от одной до трех зарплат. Например, я от тем района, у меня где-то в отожженном районе нет фельдшера или врача, я могу еще 3 доклада доплачивать, от одного до трех. И вот это местные власти тоже могут сегодня Казахстан вот это тоже применить. Ну, и я еще раз говорю о том... Уважаемые гости, я, к сожалению, спасибо вам большое, что вы перевели как раз-таки международный опыт. Я как раз следующий вопрос хотела этот именно и задать. И получается, что если резюмировать сегодняшнюю нашу беседу и учитывать ваше мнение, то получается, что одна из проблем, это все-таки недостаток финансирования. Меня предупреждают, то, что мы перебрали уже по времени, поэтому я благодарю вас за уделенное время и продолжу.